Россияне отметили День семьи, любви и верности. История каждой семьи начинается с ЗАГСа. За вековой период эта служба претерпела много изменений и соединила тысячи судеб. Наш корреспондент расскажет о парах, которые начали свой совместный путь в Люберецком ЗАГСе. Господи, неужели уже 50 лет прошло? Так смотри, какие мы были. День своей свадьбы супруги Аболинские помнят в мельчайших деталях. С самого утра начался проливной дождь. Хороший знак, подумала тогда невеста. Так и получилось. Всю жизнь рука об руку. Воспитали двоих сыновей, теперь радуются четверым внукам. Нету секрета никакого. Ну просто любили друг друга и любим. И уступать и уважать. Самое главное уступать еще. Ну это женщины, в общем-то, должны делать. Где-то смягчать острые углы. Закруглять их. Расписались молодожены 10 июля 1971 года в Люберецком ЗАГСе. В золотую годовщину свадьбы Аболинские снова здесь, чтобы вспомнить тот счастливый день. Тут еще была вывеска, что это Люберецкий ЗАГС. Вот сейчас ее нет. Господи, как будто вчера. Вот здесь нас расписали. И уже 50 лет. С 1935 года Люберецкий ЗАГС соединил судьбы более 171 тысячи пар. Именно с этого периода в отделе хранятся все записи. А история становления самой службы началась сразу после Октябрьской революции. Среди тех, кто зарегистрировал здесь брак, младший сын Сталина. Василий Иосифович узаконил свои отношения с Галиной Бурдонской 30 декабря 1940 года. А товарищ Папа, простите, товарищ Сталин, он знает? Он не против? До 1963 года Люберецкий отдел ЗАГС располагался в здании нынешней иммиграционной службы на Кирово-10. Затем переехал на Октябрьский проспект. И по сей день самые важные моменты жизни человека, одно из которых – рождение семьи, происходит именно здесь. Луиза Иеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.